приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы как понять слова претерпевший до конца спасется что человек должен претерпеть и в каких случаях есть ли вещи которые терпеть не должно но эти самые слова произносят господь в завершении предупреждения своим ученикам о великих скорбях которые выпадут на их долю посылаю вас говорит он им и нам как агнцы посреди волков и надлежит вам иметь глубиную простоту и мудрость змеиную потому что будете предаваемыми самыми близкими людьми будете гонимы с жестокостью крайней и эти гонения будут усиливаться так что даже на смерть придадут брат брата и самые близкие люди близких людей мало того вам покажется что вокруг вас только ненависть прямо накануне этих слов перед ними господь предупреждает что будете ненавидимы всеми имени моего ради и вот уже после этого дает твердое упование надлежит ко всему этому относиться не как к чему-то невероятному и неуместному но именно претерпевший до последней меры своей собственной жизни наследует то небесное царствие ради которого мы и созданы и призваны из небытия в бытие обетование господне позволить змею жалить человека в пяту произносится еще при изгнании адама из рая всякое зло земное будет попущено человеку ради его утверждение в вере ради его проявление веры ради его торжества вере которая сделает его непобедимым уже по могуществу божьему за него вступившемуся это слова господни которые побуждают зайти на крест собственной жизни откуда скорби человеку от мира возле лежащего от плоти подверженной тлению и от самого дьявола который не отчаивается достичь погибели всякого человека до тех пор пока он еще находится в пути земной жизни все это требует от нас мужества требует веры требует очей устремленных грядущему воздаянию а без этого упования без этой веры без помощи божьей невозможно совершить этот путь необходимый для воскресения со христом кто с ним страждет с ним его царица кто вместе с ним понесет крест жизни своей тот и участником вечного воскресения будет что же должен претерпеть человек то что на его жизненном пути как испытание искушение скорби встречаются скорби и от людей которые своей неустроенностью досаждают много христианину носите бремена друг друга так и исполните закон христов бременами называется неустроенность наших ближних иногда ожесточенность иногда вражда против нас самих надлежит этому изумляться или гневаться на них нет надлежит претерпеть надлежит помочь им уменьшить зло изливаемое на вас своим либо терпением либо разумным противодействием ему так и призваны мы иногда молиться положи господи преграду злу от всех людей исходящему но это произносится из сердца церпеливого из сердца которое не смущается не огорчается не воспламеняется ответной ненавистью к тем кто на ею пылает в отношении нас но напротив жалости снисхождение но напротив понимание в какой беде находится сам производящий зло сможет сделать человека терпеливым в преодолении этих земных путей искушения надлежит быть терпеливым к ограниченности нашей телесной к нашим болезням к нашей неизбежной смерти к исходу из этой временной жизни поскольку и это устроение божье его промысел который попустив нам распад физический именно этими уздами ограничивает развитие нашей самости и мы знаем за собой тленность ограниченность нашего земного бытия с тем большим удобством возлагаем надежду своей вечной жизни на источника всех благ творца нашего и спасителя есть ли обстоятельства и вещи которые терпеть не надо то что не сопряжено с общественным вредом то что не несет соблазна искушения для окружающих то при возможности преодоления конечно может и должно преодолеваться нужно ли терпеть болезнь любую не применяя средств обезболивания или врачевства способного исцелить от этого недуга нет господь не требует от нас этого требует и в болезни сохранять благодушие прилагая все усилия для того чтобы вернуть себе здравие оно нам нужно для служения она она нам нужно как время для покаяния оно нам нужно для того чтобы не мы принимали только услуги ближних своих но сами могли быть им полезными поэтому заботиться о своем здоровье возвращать себе насколько возможно активное существование дело вполне благословенное и не требуется от нас плыть по течению собственного заболевания ожидая неизбежной кончины мы не должны относиться пассивно там где в злых делах ближних наших замечаем мы вред для многих не просто оскорбление лично нам а соблазн искушение повреждение введение в заблуждение которое может привести и к угрозе гибели в вечности там время когда не должен терпеть там время обличения там время как минимум не участие в чужих грехах там время устранения а не такого пассивного сидения сложа руки когда какими-то злодейскими устроениями ближних наших провоцируются злые последствия для многих или даже для кого-то кроме нас таким образом есть мера благоразумия которая должна указать нам на то что с терпением надо преодолеть и на то что с решимостью надо претерпеть решимость нам нужна и для сопротивления злу как некогда гамлет подбадривал сам себя так всех нас в трусов превращает мысль надо действовать говорит ему совесть а страх принести вред самому себе наломать дров и чужих жизней может быть и напрасно останавливает его но побеждает чувство ответственности за чистоту ложа царского и он вступает в эту неравную схватку с коварным миром окружающим его с злодеями и запутавшимися правителями которые борьбу которые в результате приводят его самого к гибели но его молодая порывистая душа его стремление к отмщению за смерть отца за убийство отца его ревность о чистоте ложа датских королей побеждает и и нас тоже господь воодушевляет там где место торжествовать правде а временно находит коварство и лож не робеть но молясь господу и призывая его в помощники совершать свое служение ради торжества правды света и истины ради торжества Христа внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и